Ферма сынов битвы. Местные говнари, которые топят за империю, которая просто так отменила бога Талоса. Можно им грядку опустошить, лук порей там, тыковку собрать во славу Талоса. Ну и самим пожрать, конечно. Витамины же все дела. Привет, друзья. В конце прошлого года я выпустил обновление модификации компаньон Ирвинг 2.0.2. Я думаю, многие уже видели шорсы с дедом Ирвингом. Так вот, потом я снова пропал, где-то на 3 месяца. Это все время я продолжал обновлять своего компаньона. Дед постоянно развивался, дорабатывался, и его IQ рос, как и проработка модификации в целом. В конце марта я выпустил новое обновление 2.0.3. Изначально это планировался небольшой патч, но в итоге вышло обновление еще более масштабное, чем предыдущая версия. О чем я сегодня поведаю вам. Что нового у деда Ирвинга, какие нового фишки он получил, как ими пользоваться и что вообще с ним было сделано. Изначально еще в марте я не стал делать ролик, так как многие тестировали эту версию Ирвинга, искали баги, предлагали какие-то улучшения, и за все это время вышла куча патчей, которые сделали Ирвинга еще более улучшенным. Кто возможно не знает о чем вообще речь, и что это за компаньон дед Ирвинг, и откуда он взялся, расскажу кратко. Компаньон Ирвинг это вот этот дед вампир. В модификации он живет в пещере под озером Эленалта, с небольшой крысой по прозвищу Харкон, и огромным волком Талосом, патрулирующим территорию. Как Ирвинг их завел, он описал в своем дневнике. Кратко, Ирвингу было скучно, он хотел кого-то завести, в итоге нашел какую-то собаку и назвал его Талосом. Талос, сынок, да смотри там, не балуй. Потом, когда ночью Талос стал выйти на луну, Ирвинг понял, что тот нифига не собака, а волк. А злокрыс Харкон случайно забрел в пещеру к Ирвингу. Ирвинг хотел поначалу убить его, но злокрыс не атаковал его, да еще в придачу оказался не тупой, понимая угрозы Ирвинга. Не гадить где попало, иначе Ирвинг его завалит. В итоге дед оставил всех у себя, напрягаясь только, что теперь нужно кормить еще двух зверушек. Днем дед спит, потом тусит в пещере, затем патрулирует территорию вокруг пещеры ночью и ловит рыбку. Да, дед ловил рыбу еще до того, как это стало мейнстримом. В отличие от множества компаньонов, у Ирвинга есть свой, можно сказать, сольник. Целая серия про приключения Ирвинга и его становление вампиром, а также он принимает участие во многих других сериях. В 11 серии и в двух частях, можно сказать, большую часть экранного времени путешествует со своим лучшим другом, Аррибуром. Да, у него даже есть целое интервью. Есть целая статья на Вике, он даже был ведущим турнира Двакинов. Дед, успокойся, все хорошо. Я-то спокоен, только вот я пришел смотреть финал второго турнира Двакинов, а не слушать вашу болтовню. Заткнули свои рты и начали уже. Вообще, об Ирвинге очень много всего. Это изначально был персонаж сериала, где он дед Раллафа. Он должен был умереть, но из-за того, что Раллаф был отправлен в прошлое Шагаратом и предупредил своего деда, как тот может умереть. Дед смекнул и немного решил сменить свою историю, в результате чего стал вампиром и выжил. Да, Ирвинг продуманный персонаж сериала, который уже потом стал компаньоном в игре, который долгое время развивался. Один из подписчиков Широу777 когда-то давно поддержал на стриме его стартовое развитие. А потом многим понравился дед и народ начал просить улучшить деда. Сделать то, другое, тут улучшить там. В итоге 2.03 это версия, которая сложилась из множества просьб людей, которые играли долго в мод Ирвинга. Просьб что-то изменить, добавить. Ну и конечно, я долгое время сам думал, что там сделать нового. Вы сможете прийти в пещеру, или лучше встретить деда ночью на улице и подружиться с ним. И он отправится с вами в любое приключение. Теперь дед запоминает ваш изначальный пол. То есть, если вы были мужиком, а потом внезапно оказались женщиной, он поймет, что вы счетерили и улючит вас в этом. Эм, зачем тебе амулет Маре? Ха, я знаю твой маленький секретик. Думаешь обмануть деда? Пол он тут меняет. Дурец старика. Дед все помнит. Так что, бери-ка ты свой амулетик. Иди нахрен. На самом деле, в плане читинга, он довольно-таки многое будет считывать. Например, если вы измените его расу. Что-то в лес резко захотелось уйти жить. И сожрать сырого мяса. Странно. Эм, чего я такой мелкий? И уши, кажется, острее стали. Я лесной эльф? Ну ты гнида. Прекращай давай. Изменьте его пол. Изменьте его размер. Ого, нифига себе дед стал огромным. Да я теперь, блин, угроза Тамару. Я новый нумидиум, елки-палки. Трепещите, враги. Ну ладно, поиграйся, хватит. Добавьте себе кучу золота и прочее. У него огромное количество разных реакций. На, скажем, нестандартные ситуации. Которые, в принципе, я не видел у других компаньонов. Например, он может назвать вас даже читером, за то, что вы стали одновременно вампиром и вервольфом. При знакомстве также вы сможете увидеть табличку, с кем из NPC он теперь разговаривает. Так как многие постоянно спрашивали, как же понять, с кем он вообще говорит. Да, это просто отдельная история. Я безумно заморочился, чтобы продумать новую систему сцен деда. Сейчас расскажу, как это все теперь работает. Если раньше это был тупо рандом, и вам нужно было ждать, чтобы дед познакомился с NPC и стоять рядом, теперь достаточно просто подойти к NPC списка, поговорить с дедом и нажать либо знакомство, либо что думает дед. И... Шутишь? Это же Анис. Я и так с ней знаком. Но да, надо бы с ней поболтать чуть. Эй, привет, соседка. Как жизнь молодая? Отстань от меня, Ирвинг. Я не в настроении. А когда у тебя вообще бывает настроение? Хочешь знать, когда у меня бывает настроение? Никогда. Ну вот. О чем речь? Рад был тебя увидеть. Твой волк Талос вчера насрал у меня в огороде. Что позволяет себе этот засранец? Он бессмертный, что ли? И как ты вообще умудрился назвать эту тупую псину именем нордского бога? Что? Прям в огороде? Ну так это ж удобрение. Все дела. Да и вообще, мой волк Талос очень послушный. Наговариваешь ты на него. Это все твой старческий маразм, Анис. Вот так. Приходит глубокая старость и начинаешь срать под себя. Меня это тоже ждет. Еще раз. Увижу твоего волка на своей территории. Убью эту тупую тварь. Ну-ну. Хорошего тебе дня. Да. Во-первых, голоса всех NPC улучшены и диалоги переделаны. Всех, у кого было плохое качество. Но также помимо выбора в диалоге и знакомства, работает и рандом. То есть дед может ровно так же заговорить случайным образом. Что касаемо компаньонов, тут проведена масштабнейшая работа. Всего вышло у Ирвинга теперь 153 сцены с разными NPC. Чтобы вы понимали масштабы, в версии 2.0.2, которая вышла довольно-таки масштабной, их было всего 40. И они были в раза 2-3 короче, чем новые сцены по содержанию. Но даже многие старые сцены были значительно расширены по диалогам. Множество компаньонов теперь имеет кучу сцен с Ирвингом. Рекордсменом являются Маркурио, Телдрин Сиро и Джезарго. Они будут очень много болтать с Ирвингом. Трещать на самые разные темы. Причем зависит даже где вы находитесь. В таверне, на улице, на Солстейме или в Скориме, днем это или ночью. В разных ситуациях могут проигрываться разные сцены. И что самое главное было для меня, сделать так, чтобы сцены, допустим, когда 30 сцен проигрываются подряд, никогда не повторялись в одном цикле. Пришлось знатно запариться, но новая скриптовая система работы сцен, которая появилась в новой версии, это реализует. Как это работает? Постараюсь объяснить. Если раньше, допустим, когда проигрывались сцены, могла сработать вторая сцена, потом третья, четвертая, а потом опять вторая, то теперь это полный рандом. И при том, рандом без повторения в одном цикле. То есть, чтобы, например, вторая сцена повторилась, нужно, чтобы Ирвинг и Маркурио проболтали все 33 сцены. А это, ну, очень долго. Для понимания, у одного только Маркурио разговоров на 20 минут. У Ирвинга я обычно делал в 2-3 раза больше продолжительность диалогов. То есть, в общем, вам нужно прослушать примерно 40-60 минут болтовни Маркурио с Ирвингом. И только после этого будут повторяться предыдущие сцены. У Телдрина, кстати, хоть и меньше сцен, буквально, может, на одну-две, но диалоги с ним значительно длиннее. Они обсуждают все, что только можно. Рассказывают какие-то истории. Телдрин, например, рассказывает Ирвингу лор Салстейма. Обсуждает мечты, планы на жизнь, какой они хотят бизнес открыть в старости. Обсуждает девушек, какие расы девушек они предпочитают. Ты когда-нибудь влюблялся? Скорее, девушки как медведицы. Сильные и красивые. А как набросятся? Ох, не убежишь. Там без вариантов. Ирвинг, любовь Данмеров, это не твои северные интрижки. У нас все по-серьезному. И да, была одна. В Моровинде. А, старая любовь не ржавеет, а? Расскажи, как она выглядела. Ты там не Спригана с лучшим охмурил? Смеешься? Она была изящной, как лунный мотылёк. А её глаза сверкали, как звёзды над Красной горой. Сверкали, говоришь? Ну точно, Сприган. Нет, Ирвинг. Шутят друг с другом, обсуждают врагов. Кто какое бухлишко предпочитает. Ирвинг где-то пытается выведать секреты компаньонов. Обсуждают слабости друг друга. Тактику боя. Истории из битв. Да даже играют в словесные игры. Вот ещё одна для тебя. Без окон, без дверей. Полна комната людей. Что это? Ну это лёгкая загадка. Арбуз, не так ли? Правильно. Кажется, мне нужно постараться загадать что-то посложнее. Давай теперь ты загадывай. Ну что, Маркурио, готов ли ты к словесной битве? Посмотрим, кто сильнее. Воин или маг? О, Ирвинг, я всегда готов. Мои заклинания словно стрелы, точные и быстрые. Посмотрим, как ты будешь отбиваться, старый пердун. Ааа, кусок магического говня. Мои стрелы летят быстро в цель. Я прицеливаюсь и стреляю тебе прямо в голову. Думаешь, я буду стоять на месте? Я тут же призываю Атронаха, который принимает на себя удар. А затем атакую тебя огненным шаром. Атронаха огненный шар? Да и не такое, видали. Я использую щит, который отражает огненные атаки и ударом меча отправляет твоего труслива Атронаха в обливион. Что ж, тогда молния найдет путь сквозь твою защиту. Электричество всегда ищет наименьшее сопротивление, Ирвинг. Молния, да? Ну а мои сапоги, мое ожерелье, имеют высокое сопротивление электричеству. Да и я использую свое приобретенное вампирское сопротивление магии. И нивелирую твои молнии. И кричу, сосать, маг! Хорошо, тогда позволь моему льду заморозить твою непоколебимость. Даже самый горячий воздух становится хрупким под напором холода. Я заморожу тебя старого злобного говнюка! Холод? Ты серьезно? Я родился среди снегов Скорима, сынок. Мне вообще насрать на холод. Моя стойкость словно вечный огонь в сердце зимы. Твой холод только разодорит меня, чтобы начистить тебе хлебальник. Даэдра, Ирвинг, ты победил! Тем колоссальное количество. И у всех компаньонов они совершенно разные. Диалогов много, так что вы не соскучитесь. После знакомства это будут рандомные диалоги в ходе путешествия. В версии 2.0.3 количество компаньонов, с кем общается дед, расширилось. А также расширилось количество NPC, с кем он общается. Также старые компаньоны получили значительное расширение количества сцен. Что не может не радовать. Если же вам надоела их болтовня, или вы прослушали всё, что только можно, и больше не хотите слушать, можно поговорить с дедом и просто попросить больше не болтать ни с кем. У него в диалогах. Не разговаривать часто с другими? Да, хорошо. Он будет дальше знакомиться, но без дальнейших сцен с этими же NPC. Эта фишка также появилась только в патче новой версии. Если вы снова соскучитесь по их болтовне, можно спокойно попросить Ирвинга снова болтать со всеми. Ну, наконец-то. Буду болтать с кем хочу и сколько хочу. Такую же тему я, кстати, начал развивать с обычными разговорами деда с Довакином. В новом обновлении их будет значительно меньше, если попросить деда меньше болтать. Да. Ещё не упомянул такой момент, что затем сцены будут воспроизводиться с перерывами примерно в полтора-два часа игрового времени с рандомом. То есть они будут говорить примерно каждые 5-10 минут реального времени. Для чего это сделано? Чтобы Ирвинг не болтал с компаньонами без остановки каждую минуту. Если раньше был куб управления дедом, то теперь я его убрал и заменил новой способностью. Как только вы познакомитесь с Ирвингом, вы теперь получаете за место куба, во-первых, способность призыв Ирвинга, а кроме того, способность управления Ирвингом. Что такое призыв Ирвинга? Работает призыв довольно-таки просто. Когда Ирвинг далеко, и вам нужно, чтобы он срочно оказался рядом с вами, то жмём на Z, и он тут же, превратившись в ста летучих мышей, эффектно перемещается к вам. При этом стая летучих мышей будет лететь от его исходного местонахождения, что выглядит ещё круче. Если же он находится в другой локации, он переместится к вам, либо в виде летучих мышей, либо в виде чёрной дымки. Следующее нововведение – управление Ирвингом. При активации этой способности появляется вот такое меню. Тут, в принципе, всё, я думаю, понятно. Плюс ещё расписано. Действие – это возможность управления Ирвингом, попросить его следовать за вами, ждать, отдыхать, обменяться с ним предметами, либо отойти, если он загородил вам дорогу. Это, кстати, также новая фишка в обновлении. Он и так будет отходить, говоря новые фразы. Братан, проходи, конечно. Но также вы можете использовать и эту возможность. Тогда он уйдёт дальше. Конечно, отхожу. Кстати, всё, что вы видите в меню, есть и у него в диалогах. Просто через способность это можно осуществлять удалённо. И намного быстрее, чем каждый раз болтать с дедом. Второе – это управление агрессией. Вы можете сделать его агрессивным и неагрессивным. В чём отличие? Когда Ирвинг неагрессивный, он побежит за вами во время боя, когда вы сложите оружие. Ну и у него появится меньше агрессивных диалогов при атаке. Не придётся тебя убить. Прости. Я не хочу тебе зла. Но ты можешь сдаться. Вот это я называю удар. Ну, чтобы иметь расширенное количество диалогов, желательно, конечно, чаще бегать с агрессивным дедом. Успокоить деда – это на случай, если вы случайно подрались с дедушкой. И он вас возненавидел. Эта, уже улучшенная возможность, перешла от куба управления Ирвингом. Вот значит как, Двакин. Получай! Да спокойнее, хватит. Кстати, тут не могу не упомянуть ещё одно нововведение, которое раньше напрягало игроков, когда случайно завязывалась драка со зверьками Ирвинга – Харконом или Талосом. В старых версиях это превращалось в бессмысленное месиво, когда игрок случайно задел злокрыса или волка. Ирвинг нападал и начинал бить, убивать своих зверушек. Что, согласитесь, не есть хорошо. Теперь же, если у них случится конфликт, буквально при первой же стычке, они резко остынут, разойдутся и Ирвинг уйдёт от вас. Следующий раздел, возвращаясь к меню, – стиль боя. Тут всё просто. Буду стрелять и сражаться в ближнем бою, по обстановке. Универсально это Ирвинг использует и лук, и меч, и всё что угодно. Ближник старается редко использовать луки и арбалеты, больше сражаясь вблизи. Отлично, сражаемся в ближнем бою. Прикрывай меня. Не стоило сюда приходить. Время умирать. Получай, тварь. Стрелок, название говорит само за себя. Использует больше луки и арбалета. Это на случай, если вас нужно только прикрывать. Понял? Буду отстреливать ублюдков издалека. Ну, выходи. Я не буду тебя убивать. Честное слово. Ох, ты от меня отхватишь. Я порежу тебя на кусочки. Ох, обожаю свою работу. Кстати, деда ближника можно использовать, если вы лучник или маг, который сражается на дальней дистанции. Без боя – это просто игнорирование всех атак противника. Ладно, не буду ни на кого напалять. Дед вообще не будет сражаться. Следующий раздел – раздел помощи. Что он делает? Тут мы можем получать самую нужную помощь от деда. Максимально быстро. Это у нас стрелы, питание, еда, отмычки. Питание – это не только имеется в виду еда, но если вы вампир, дед будет выдавать вам зелье крови. Это все можно получать удаленно. Только для начала вам нужно будет один раз поговорить и сказать деду, указав, чем основным нужно вам помогать. И что же тебе давать? Да, хорошо. Что, плохо совсем? О, держи, подкрепись. Ну и всю остальную помощь так же, как и раньше, можно получать через диалоги. И, наконец, статистика. Тут полная информация по многим настройкам Ирвинга. Вы можете узнать его уровень, хп, запас сил, стиль боя, чем он в данный момент помогает, его уровень агрессии и статус. Эта способность управления Ирвингом перешла на замену куба из предыдущих версий. По огромному количеству просьб и предложений от уже сформировавшейся комьюнити, который играет в Ирвинга. Как там поживает наш дружище Телдрин Сиро? Дяд чутка соскучился. Эх, хочу снова с ним поболтать. Так же и сам Ирвинг был значительно переработан в плане стиля боя и прокачки. Разбирая крешен кит, я заметил интересную штуку, что в обычном скариме NPC не может сам по себе прокачиваться, приобретая какие-то перки. Сколько бы вы не добавили перков NPC, неважно, есть ли там какие-то условия, NPC абсолютно плевать на все эти условия. Все перки будут работать у NPC даже на первом уровне, то есть это работает по сути только для игрока. А если же добавить перки в обычных скриптах без СКСЕ, то NPC не будет их воспринимать, они тупо не добавятся ему. Я решил пойти самым нестандартным путем и реализовать отдельную прокачку, которая работает, скажем, на более глубинном уровне, практически не используя скаримские перки. А также, что еще более круто, не используют скрипты и СКСЕ. И даже если это сторонние перки из модов, они никак не повлияют на перки Ирвинга, так как его перки уникальны. Но в отличие от ванильных, они будут активироваться в зависимости от прокачки Ирвинга. То есть на начальных уровнях будут работать довольно-таки слабые перки. Чего-то даже он не сможет. Но чем выше его уровень, тем прокачанен он будет, тем больше перков будет активироваться. И если раньше Ирвинг был сильным изначально и слишком имбовым для начальных уровней, а на очень высоких уровнях враги могли его валить как шматка, то в версии 2.0.3 как раз его истинная сила будет раскрываться с уровнем. Ну а на начальных уровнях он не будет выносить врагов с одного-двух ударов. Если, конечно, вы не поставили сложность новичок. Теперь перейдем к новому квесту, который также появился в версии 2.0.3. Если раньше еще в версии 2.0.2 у деда появился самогонный аппарат, где можно было собрать всего несколько напитков, то теперь можно поговорить с Ирвингом в пещере и напомнить про идеи научиться варить больше напитков. Ха, ну это просто обалденная идея. Я как раз думал об этом. Давай так, у меня есть определенная информация по рецептам. Я буду тебе рассказывать, что где найти, а ты искать. Или будем искать вместе. Вначале придется отыскать рецепт меда Хонинга. Да, начнем, пожалуй, с него. Вероятно, он хранится где-то на медоварне Хонинга, что вполне очевидно. Нужно проникнуть туда и все обыскать. С этого момента начнется новый квест. Охота за рецептами. Где вам предстоит устроить огромное путешествие, отыскав кучу рецептов разного меда. В результате чего вы сможете варить разные виды меда у деда в пещере. Квест по продолжительности прохождения, я думаю, займет у вас около часа. Вероятно, конечно, больше. Но в последнем патче я чуть облегчил его, добавив деду много подсказок. Вы сможете говорить с ним, и он будет давать вам подсказки в самых сложных моментах. Вряд ли рецепт спрятан на первом этаже. Безопаснее было бы хранить его на втором, так как на первом вечно снует персонал. Каждый раз он будет выдавать все новые подсказки, пока не дойдет до самой очевидной. На этом подсказки пропадут. Ну и при следующем поиске будет то же самое. В ходе приключений вам предстоит разыскать рецепт меда Хонинга, найти человека Виллада, и узнать, куда тот спрятал рецепт меда с можжевелыми ягодами. С этим придурком, похоже, нет смысла болтать. Я думаю, надо как-то обыскать его карманы, или проследить за ним. Может, он где-то прячет рецепт? Да, ну не судьба с этим Торвитом договориться. Ладно, сами найдем, мы не гордые. Отправиться на Солстейм на поиски зольного меда. Так, где же этот рецепт? Надо искать. Узнать про новую банду варщиков огнедышащего меда. Кстати говоря, эта часть квеста – прямая отсылка на сериал «Во все тяжкие». Это вы сможете понять, проходя эту часть квеста. Мужчину зовут, кажется, Валдер, он бывший алхимик. Учитель. А его друг – молодой парень по имени Еси. Странное имя, не правда ли? Да и они очень странные. Они, кажется, уже завершили постройку своей хижины. Это не так далеко. Иди на юго-запад вдоль реки и наткнешься. Только будь осторожнее с ними. Это опасные люди. Да, одного зовут и Еси, а другого – Валдер. Ничего не напоминает? Много отсылок вы найдете и в дневнике Валдера. А также узнаете, как они пытались повторить судьбу героев из сериала. И что у них вышло. Валдер, ты где? Мы уже тебя обыскались. Выходи, варщик ты гребаный. А также вы познакомитесь с Сиби Черный Вереск. В поисках рецепта черновереского отборного меда. Ты шутишь? Даже если бы я знал, как его достать. Это рецепт лучшего меда моей семьи, который она хранит в строжайшей тайне. Вам предстоит окунуться в семейные интриги и выполнить максимально коварный план. Который вы поймете, прочитав в том числе некоторые записки. И если будете внимательны, сможете прочесть записку близ ящика с серодистским бренди. А после прочесть поддельный дневник, который передаст вам Сиби. И тогда поймете, какой коварный план устроил Сиби для своей семьи. В общем, вам много предстоит путешествовать и много всего сделать. Куда интереснее будет самим пройти и разузнать, что там да как приключилось. Ну и конечно ждите, что в конце квеста дед будет просить сварить ему медика. Причем самые разные виды меда. Зная, что вы уже обучены новым рецептам. Мы это сделали? Сколько же трудов это стоило? Ну а теперь ты можешь варить деду любой мед. Какой только можно пожелать. И все это в моей пещерке. Ну не красота ли? Эх. Отличное приключение вышло. Не правда ли? Наверное это все? Подумаете вы. Но нет. Теперь находясь в пещере, вы сможете поговорить с Ирвингом о Талосе. Да, теперь у него в пещере стоит святилище Талоса. С Ирвингом нужно поговорить об этом рядом со святилищем. После чего он начнет молиться Талосу. И после первой молитвы, вы сможете регулярно подходить к нему так же у святилища. И предложить помолиться Талосу. Раз в день. Каждый день недели у него будут разные молитвы. Кстати и рандомный он тоже сможет сам подойти и начать молиться. О Талос, хранитель нордов. Пусть мой клич будет грозным. А враги трясутся как сучки при его звуке. Даруй мне славу на поле боя. Чтобы мои деяния вошли в легенды. И чтобы обо мне слагали песни Барды. А под эти песни все тряслись в пляске. Восхваляя великого Ирвинга. После каждой молитвы Ирвинг будет получать уникальное благословление от Талоса. Которое дает ему усиление урона против эльфов на 20% в течении 24 часов. Что касается пещеры Ирвинга. В патчах версии 2.0.3 она также была доработана. В первую очередь изменено освещение пещеры. Если раньше она была практически везде очень светлая. А где-то в нужных местах было слишком темно. То теперь она стала темнее. Но как раз в нужных местах она светлая. Дед также теперь сможет наконец поспать в темноте. Добавлено много мелких деталей для большего реализма. Разные элементы декора и прочее. Достаточно много ненужных деталей и частей пещеры удалено. Где-то она даже расширена. В общем постепенно быт Ирвинга налаживается. Я даже продумал такой момент. Что вы могли скачать анимированные бочки в Скайриме. И убрал все предметы с бочек. И вот теперь отлично. Также ранее когда дед или вы садились на лавочке в пещере. Ноги могли уйти в пол. Теперь это тоже исправлено. Я кстати ради интереса решил посмотреть какой пещера была изначально. Это самая первая версия пещеры. Версия 2.0.0. Я уже честно говоря даже не помнил какой она была. И вот собственно то что было. Да это еще та версия где дед Ирвинг болтал во сне. Суровый Скайрим. Что может быть прекраснее? Я не представляю если бы родился и вырос в том же Сиродиле. Дед давай отдыхай. Не бухти. Да уж. Заметно тут меньше всего было. Дед еще не обжился. Ну а вот уже версия 2.0.3. Выглядит это конечно уже совсем иначе. Как то попросторнее у деда стало. Будем считать что за эти несколько обновлений дед обустроился в пещерке и наладил свой быт. Тут действительно уже хочется жить и выглядит она очень просторно. И даже уютно. Несмотря на то что это как бы пещера. Что ж пещеры деда можно любоваться бесконечно. Но мы все таки продолжим. В версии 2.0.3 у Ирвинга также была полностью переделана вся помощь Ирвинга. А именно. Если раньше у него можно было взять несколько раз подряд одну и ту же помощь. Например в скрытности или не в скрытности. Был можно сказать такой богаюз. То теперь для всей помощи есть перерывы. И дед запоминает что вам давал. И в эти перерывы он будет говорить новые фразы. Я еще не достал зелья крови. Позже спроси. Подожди. Не так быстро. А когда у него снова будет доступна определенная помощь. Появится сообщение в углу экрана. Также проработано огромное количество вариантов ответов на помощь. Например теперь дед будет смотреть если у вас стрелы в инвентаре. Или отмычки. Или еда. И если есть. То просто не будет вам это все давать. Говоря что то вроде потрать свои. Но у тебя же есть зелья. Вот их и трать. У тебя и так хватает стрел. Потрать пока еще свои. И уже потом проси. Знаешь мне не жалко. Но у тебя и так достаточно отмычек. Также если вы каджит или вампир. И например спросите факел. Он тоже об этом скажет. И не будет давать вам факел. Факел нужен тем кто не умеет видеть в темноте. А нам вампирам. Он нафиг не нужен. Ты же знаешь что каджита видит в темноте. Теперь знаешь. Кстати. Теперь если дать ему самому факел. Он тоже даст реакцию. Когда найдет факел у себя в инвентаре. Дова. Хватит мне уже факел посовывать. И уничтожит факелы. Которые вы ему дали. В NPC в Скайриме. Есть такая фишка. Что ночью они автоматически берут факел в руки. Я думаю вы не раз это замечали. И рынок не исключение. Это работает и для него. Ну вот что теперь будет. Если он вдруг поймет. Что держит в руках факел. Это че у меня в руке факел делают. На хрен факелы. Также если вы органианен. И просите зелье лечения болезней. Или опять же. Вы вампир. Дед и об этом скажет. Тебе обычное зелье уже не поможет вампирюга. Это тебе не поссать сходить. Вампиризм болезнь серьезная. У вас органиан. И так высокоустойчивость к болезням. Отстань. Да даже если вы просто здоровы. И ничем не болеете. И это зелье вам просто не нужно. Он даст реакцию. Ты здоров как бык. На хрена тебе зелье. Иди отсюда. У тебя все хорошо. Или если у вас скелетный ключ. И вы просите отмычки. Ты же в курсе что у тебя есть скелетный ключ. Тебе как бы отмычки уже не нужны. Также будет давать только одну отмычку. Если у вас прокачан перк. Вечная отмычка. С теми знаниями что у тебя. Хватит одной отмычки. Вот держи. В общем там проработка колоссальная. Очень многих вариантов на самые разные ситуации. Связанные с помощью деда. Я даже половину уже не помню. Так что дед стал значительно умнее. Ты держишь факел в руке. И спрашиваешь у меня факел. Прикалываешься что ли? Теперь у деда в пещере его сейф. Уже скажем не просто сейф. Там теперь лежит 500 золотых. Если их взять будет вот что. Ах ты курва такая. Где золото которое лежало у меня в сейфе. В пещере. Я его копил на черный день. Давай давай быстро. Дед разузнает и заберет их у вас. Врунишка какая. Ну сучара. Врать это плохо. Дед все забрал. Тут также продумано огромное количество вариаций. Даже если вы скинули это золото где-то. Дед убедится что у вас его нет. И скажет вам об этом. Хватит у меня воровать деньги из сейфа. Сучара такая. Возвращай туда золото обратно. Ну тварь. Уже куда-то слил мои бабки. Ну мразь ты конечно. Нажил я крысу поганую под боком. И будет вас регулярно задалбливать и просить вернуть золото. Верни золото на место. Воришка. Золото будет или нет? Вор гребаный. Я жду свое золото. Давай быстрее его достань и положи в сейф. Эй. Когда у тебя там бабки будут дома? Я жду. Ты золото когда деду отдашь? Собака сутулая. А когда оно у вас появится. Сам заберет его у вас из инвентаря. И положит в сейф. Ну наконец-то мое золото. Это такая небольшая мелочь в версии 2.03. Но в этой мелочи куча диалогов и вариантов. Далее у деда теперь есть новая фишка. Он будет рассказывать секреты Скорима. В день он будет рассказывать по три секрета. И снова ты просишь мне рассказать секрет Скорима? Ооо. Дед знает много секретов. Сегодня будет жесткий секрет. Короче. Этот секрет заставит тебя просто пересмотреть всю свою жизнь. В Скориме можно встретить лошадей. Которые могут ходить. И не просто ходить. А еще и скакать. Да так. Что даже я так бегать не могу. А еще на них можно сесть. И на следующий день будет выдавать уже другие секреты. У него секретов там таких много. Я как-то выкладывал подобные секреты с дедом в шортсе. И кто-то написал что-то типа. Это мистер Кэт. На самом деле нет. Это 99% всего нового контента по Скориму. Который сейчас выкладывается на ютубе. Видео, шортсы и их уровень очевидности. Он ровно на таком же уровне, что и говорит дед. Мне многие писали, просили сделать деда смертным. И версия 2.0.2 я это реализовал. Деда можно было завалить. Но неожиданно меня снова начали просить сделать деда бессмертным. Я такой подумал, ну камон, сделаю опять бессмертным. Попросит что? Правильно, сделать снова смертным. Я подумал, что ситуация тут безвыходная. И реализовал такую штуку в пещере деда. Как камень бессмертия. Приходим в пещеру, жмем и выбираем сделать деда бессмертным. Или смертным. Все, изи. Также в прошлой версии я делал прикол, что в скрытности дед Ирвинг мог чихнуть. Или пустить шептуна. Если вы где-то в руинах и в других опасных местах. Что работало как привлечение врагов. Слушай, дед может иногда шептуна пустить. Или чихнуть скрытности. Ты это не обессудь. Упс. Что это было? Теперь же, если у вас впереди серьезная операция, где требуется максимальная скрытность. И вы не хотите, чтобы дед выдавал вас. Достаточно у него в пещере на самогонном аппарате сделать эликсир тихой сущности Ирвинга. Которая 24 часа позволит Ирвингу не выдавать себя, но и вас. Ох, спасибо, Левакин. Что бы я без тебя делал? Сутки? Я самый тихий ассасин. Ну и вы теперь будете спокойны. Также про деда многие писали, что у него читерное оружие, читерная броня. Так как у него была эбонитовая броня на первом уровне. И все эбонитовое, это можно было взять игроку. То теперь у него все уровневое. Причем не только конкретно у него, но и во всей пещере. Практически все предметы уровневые. По типу там зелий, брони, оружие, стрел там. И если вы придете на первых уровнях, у него все будет намного проще. А если вы придете на уровнях повыше, его броня, оружие и все остальное будет все лучше и лучше. Конечно, я еще многое не упомянул. У деда очень много всего появилось. Например, диалоги. Если в версии 2.0.2 их было полторы тысячи с лишним, то в версии 2.0.3 уже около трех тысяч двухсот диалогов. Это даже больше, чем в два раза. Чем было раньше. Болтать дед будет много. Но, например, теперь у него убраны постоянные надоедливые фразы. Когда игрок стоит рядом с ним, и он раньше говорил что-то типа «Да-да, что такое? Что нужно?» Теперь он это говорит только, если вы сами с ним говорите. Больше реакций на квесты, на локации, на какие-то события, на места, на существ, расы, NPC, да даже на разные владения. Чего только у деда нет. Перечислять эти реакции можно просто часами. Как же скачать и установить деда? Да все просто. Можно скачать у меня на бусте по ссылке в описании и в закрепе. Перед тем, как выложить ролик, я планировал объединить версию 2.0.3 с последним патчем 1.0.7 и выложить все в одном в архиве. Ну а дед ставится ровно так же, как и многие остальные моды. Основной архив мы скачиваем и ставим через Модорганайзер 2 или еще какую-то программу, которая у вас есть. И да, в описании мода есть видеоинструкция, где все объясняется, как что ставить через Эмо 2. Там ничего сложного. Только теперь проще, что вам не нужно скачивать патч, если последняя версия 1.0.7, а не какой-то новый. Также есть ли какие-то баги, есть в описании инструкция большая. Там все так же просто и понятно. Хочу сказать большое спасибо этим людям, которые поддержали развитие деда. Ну и конечно всем, кто скачивал и тестил деда, и рассказывал, что заметил, всем, кто писал предложение. И спасибо людям, кто в принципе присылал донаты на бусте. И я это все вижу. Радуюсь, конечно же. Спасибо вам всем. И тем, кто подписался. Еще так же большая благодарность Скайлуру, который помог подрядачить новую статью на вики по Ирвингу, настроить оформление. Мы старались сделать это к выходу ролика. Ну, собственно и успели. Там, короче, много инфы по деду, наиболее, скажем, аутентичной. Причем с указанием года и прочего. Работа была проделана колоссально. Качайте деда, наслаждайтесь, играйте. Вы также можете поддержать разработку версии 2.0.4. На самом деле, я только сейчас начал понимать, что дед Ирвинг – это один из самых проработанных компаньонов по Скайриму в ру-комьюнити. Я, можно сказать, со слезами на глазах постоянно смотрел на то, что наши мододелы тупо переводили зарубежных компаньонов и из них собирали какие-то топы. Ищешь ты такого крутого компаньона? Кто его сделал? Конечно же, это зарубежный мод. И мы его просто переозвучили. Блин, ну как так? Спрашивал я. И решил, что чем мы хуже. Притом у зарубежных компаньонов зачастую как раз менталитет компаньонов очень подстроен под конкретно страну автора. Что и логично. Поэтому играет и порой не чувствуешь чего-то родного. Поэтому деда я делал именно с таким, пускай и не лорным стилем, но как раз чем-то родным. Как будто деревенский такой знакомый тебе дед. Плюс тут вы по сути тоже принимаете участие. Пишите, что добавит деду и радуйтесь, когда это появляется. И считай, именно наша местная комьюнити сделала вклад, предлагая идеи и тестирует деда, что не может не радовать. Ну а поддержать развитие деда, чтобы он развивался, становился умнее, красивее, вы можете также поддержав меня на бусте. Вот тут. А на этом все и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok